Масштабный форум. В областном центре проходит 17-я международная конференция по науке и технологиям России, Кореи и СНГ. В качестве участников более 50 человек. Среди них ученые, инженеры, руководители международных научно-технических объединений. Я приехала как представитель научно-технического общества Узбекистана, как председатель. Таких обществ в мире существует в 18 странах. Курирует Сеул, Корейская федерация по науке и технологии. Конференция проводится при поддержке регионального правительства. Соорганизаторами выступили Сахалинский гуманитарно-технологический институт, научно-технические общества Южной Кореи, России, Узбекистана, Казахстана и Общероссийское объединение корейцев. Главное, здесь уже они вышли не только на общероссийский масштаб, а уже захватили и СНГ, и Республика Корея, и скоро, наверное, и китайцы будут привлечены. И чем интересно, потому что научно-технические, все технологии, а корейцы вообще склонны были всегда больше к точным наукам. На этом острове в воле судьбы проживает большая корейская община. Поэтому мы считали очень важным налаживать тесных научно-образовательных связей ученых Сахалина, включая антических корейцев, с учеными из материковой части России, стран СНГ и Атахарской Республики Корея. Масштаб конференции подтверждает и тот факт, что в ней принял участие вице-президент КОВСТ – Федерации научно-технологических обществ Республики Корея. Что, несомненно, говорит о пристальном внимании этого международного института поддержки науки и технологий к нашему островному региону. Масштаб конференции «КОВСТ» Безусловно, одним из важных факторов является развитие активного взаимодействия на региональном уровне и наличие на территории Сахалининской области многочисленных корейских газов. Касаясь регионального аспекта развития российско-корейских отношений, в первую очередь хочу отметить, что МИД России стремится оказывать всестороннее содействие в развитии данного сотрудничества. Основные направления работы охватывают широкий спектр тем – физика и математика, информационные и нанотехнологии, энергетика и электротехника, механика и машиностроение, химические и биотехнологии, природные ресурсы и общественные науки. Основная цель – она одна. Я хочу привлечь сюда новые ресурсы, новые силы молодых ученых, инженеров России, Кореи, СНГ на Сахалинскую площадку и показать им всем, что здесь созданы достаточно благоприятные условия для реализации инновационных проектов. В свете развития регионального бизнеса и привлечения инвестиций – это очень хороший толчок для развития в общем международных отношений. Хотелось бы поблагодарить организаторов и надеемся на дальнейшую совместную работу. Открытие конференции и пленарное заседание проходило в зале Корейского культурного центра. Обсуждение актуальных проблем по секциям и молодежный мастер-класс по робототехнике в аудиториях Сахалинского гуманитарно-технологического института. Завершится форум в субботу 17 июня культурной программы.